В канун Нового года волонтеры Лиги защиты животных провели очередную акцию в самом центре Симферополя. Активисты напомнили крымчанам, что бездомным кошкам и собакам надо помогать, и что каждый может поучаствовать в гуманном регулировании численности бродячих животных, забрав их с улицы домой или вступив в ряды Лиги. На акции побывала Татьяна Шаманаева. Где еще увидишь танцующих Дед Мороза и Снегурочку с собаками на руках? Под песней известной сибирской джазовой певицы Татьяны Сафроновой. Только на акции в защиту бездомных животных. Я присоединяюсь ко всем людям, которые пытаются действительно, как вы сказали, переломить эту ситуацию, помогать бездомным животным, потому что все-таки собаки и кошки – это животные домашние от слова «дом». И каждое, я считаю, животное должно иметь свой дом, своего хозяина. В передержке Лиги защиты животных сейчас живут около ста собак. Их нельзя вернуть на улицу. Это домашние псы, выброшенные хозяевами. Волонтерам сегодня не только нужны средства для содержания животных, но и помощь в уходе за ними. Нам очень хочется, чтобы волонтеров прибавилось. Мы все для этого делаем. И по телевизору мы выступаем, показываем наших собак, рассказываем о нашей работе. Мы входим на акции сюда, к цирку. Это не первая акция, это раз в десять мы уже проводили здесь. На сегодняшний день вся судьба животных только в руках волонтеров. Хотелось бы, чтобы как-то город обратил на это внимание, принял законы, начал строить приют. Ну и по-человечески должно быть отношение к животным. Защитников животных удивляет, что из 350 тысяч столичных жителей за собаками в передержке ухаживает не более десяти. Я занимаюсь этим, потому что я очень люблю животных, просто обожаю их. Я хочу помочь нашему городу уменьшить количество бездомных и потерянных животных. Нам не все равно, что у нас бездомные животные, так много на улицах города. Нам не все равно, что большинству людей на это, как бы скажем, наплевать. Поэтому мы стараемся хотя бы как-то изменить эту ситуацию к лучшему. Белка живет в передержке несколько лет. Маленькую собачку так никто и не забрал домой, как и пирата, Марусю и Сеню. Но волонтеры надеются, что следующий год для их подопечных будет более удачным. Тем более, что в общественной палате Крыма готовится закон о защите и регулировании домашних животных. Татьяна Шванова, Андрей Лебедев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова